Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы будем с вами говорить о доступе к публичной информации. И в студии у нас Михаил Константинович Чапаренко, представитель Украинской Хельсинской Союза защиты прав человека. Михаил Константинович, вопрос в чем? Сейчас к нам часто звонят люди по поводу, ну, жалуются, о том, что сегодня очень много проверок, требуются какие-то документы, в связи с тем, что у нас повышаются тарифы, много не согласую, постоянно люди должны нести какие-то доведки, какие-то справки. И вот эта вся бумажная тяганина, она, конечно, людей напрягает. Вот что об этом говорит, ну, вот ваша спилка, что вы об этом знаете? Ну, мы знаем про то, что, по-перше, есть Конституция, за которую существует презумпция невинности. И вот, если остальная подъя была по керамике, мы знаем, да, и когда людей, людей примушили доводить легальность походжения. Так вот, есть Конституцию, действительно, никто не отменял, и там чётко написано, то есть, что любые структуры, в том числе и коммунальные предприятия, они должны, не мы им должны доводить, что мы не боржники, а они мусять доводить, что, если мы боржники, то мать для этого аргументованную позицию. За який месяц, когда, для чего. Если сверка, то это тоже не такая простая речь, то есть, они должны, сначала, людям дать информацию про то, что выникли какие-то негаразды. Ну, понимаете, вот, что происходит, что сегодня, допустим, тот же наш РЭС или тот же наш Горгаз, они просят, чтобы 31-го числа у нас уже была проплата. И если, ну, не дай бог, ну, как раньше мы, допустим, платили когда деньги, я уже не говорю о тех, кто, там, у кого есть долги, а просто человек платил в течение месяца, то теперь, если ты не платишь до 31-го числа, там, еще плюс 5 дней, то получается, что у тебя уже получается долг. И уже идут вот эти вот, вот эти вот дальше, должен ходить и доказывать что-то. Ну, тут я вам скажу, тут, на жаль, отбываются уже манипуляции певные. Да, звичайно, выникают поточные бархи. Они могут выникать в наследок того, что людина просто физически, за каких-то причин, даже не зависит от них коштей, например, захворил, або еще какая-то причина может быть. И это не должно быть представлено. То есть, для того, чтобы примушать людину витрачать час, и их, в том числе. Потому что я бывал на этих сверках, и в рейсах, и в ВД-канале, я видел, когда так же само страждают психологические и працивники этих структур, которые смущены стыкаться с наболелыми, то есть люди стоят в чергах, и, конечно, они выливают этот негатив. Я не знаю, на что это створяет керевнице, и че керевнице это створяет на самом деле. Это еще тоже неведомо. Можливо, это через надмирное выслуживание, возможно, каких-то там пыльных. Нет, ну у нас действительно большая задолженность. Хотя у нас, допустим, Жибривский недавно отчитался, что проплата по коммунальному на 111 процентов, вот буквально на этой неделе, на той было заседание. И тем не менее долги есть. Долги есть по водоканалу, долги есть и по погрузу, и по теплу теперь долги с такими тарифами. И возможно, чтобы как-то мотивировать людей, чтобы люди вообще чувствовали, что они под контролем, и что в долговую яму не надо садиться, возникает вот эта вот просьба и предписания, которые к нам приходят, и звонки, которые к нам приходят, что идите, сверяйте, 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 у вас долг. Человек нервничает, в принципе, долга такого как бы и нет. Но человек нервничает, иначе ж дальше, иначе ж мы вас отключим. И уже этого боятся, особенно старики. У стариков вообще... Так, ну там треба уважно читать, они не могут писать, иначе мы вас отключим, они пишут трошки иначе. И треба уважно читать, когда они пишут, аштрафуем и так далее, на самом деле там, что может быть причина отключения, может быть причина штрафа и так далее и так подобное. Это трошки... Да, они, на самом деле, это пишут строчку, потому что люди зрозумеют по-своему, выходя из своих стереотипных уявлений, что если может быть причиной, значит, это обязательно сделают. Нет, не сделают, не обязательно. И если сделают, в принципе, тут как раз выникает вопрос, как раз и доступ к информации, и вообще работа с информацией. Потому что, много чему выникают вот такие барги, через то, что в государстве доси не сформирована, взагалі, чутка политика по наданню комунальных послуг, доси не сформирована чутка политика по лимитам, сколько нужно, потому что вы же помните, в минулом году, когда 4 куба, или 6 кубов, вы понимаете, из этого выникли так называемые барги перед МИП Газового господарства, через то, что люди тут взагалі не винят, через то, что как раз маніпулювали оцим лимитом, сколько на людину нужно без лечильника газу, сколько газового пильгового, сколько есть не пильгового. И как раз из этого выникло вопрос. Для чего, для чего, как раз я и, как раз на этом хотим акцентовать увагу, что, если мы все будем ходить на сверку, ну, мы реально просто это не реально физически сделаем. Поэтому, я думаю, что было бы лучше, если бы определенная количество людей, даже визначити просто из домов, сделала соответствующие информационные заплаты, те же самые структури, что те пояснили причину выникнення, то есть даже не помещение, а причину выникнення этих барганов. И, возможно, в этом плане как раз мусила бы быть работа и юристов в том числе. Но они тоже не потянут. Они не потянут, если это будет вопрос одной человеке. Если это будет вопрос комплексное, когда окрестится проблема одна, которая относится многих, вот это вопрос можно потянут. Когда это для чего нужно это все? Для того, чтобы сделать скарги, в том числе и вести какую-то статистику, почему, например, выникли барги. Есть барги, которые поточные, про которые мы только разговаривали, что человек, это одно вопрос. А когда выникает вопрос о выникнении баргах из причин изменения законодательства и других постанов, то это инше вопрос. И тут нужно четко установить, кто ответственный. Сегодня, например, по газу, я знаю, людям предъявляют претензии по тысячам, больше гривен. И, насколько я понимаю, сейчас мы подготовили несколько заплат, ждем ответов для людей. Хотелось, чтобы больше людей эти заплаты сделали, и посмотреть статистику, сколько баргов выникло из причины манипулирования цими лимитами на отримание послуги по поставлению газа. И, как раз, если это будет питома вага, например, у этих поточных баржников, 10%, те, которые уже давно заборговали 5%, а другие будет 90% из этого вопроса, мы можем их локализовать и решить вопрос, один раз подавши певный позов в интересах большинства людей, выигравши этот позов, и используя это судовое решение уже до всех других. И тогда это будет значительно простейше. Вы можете выиграть этот позов в том случае, как с этим льготами на 2014-2015 году, там понятно, но когда у людей просто они просто не в состоянии или по какой-то другой причине не платят, то уже тут выиграть сложно. Тогда возникает вопрос до Жибридской чему он таки заявил. Я так себе подозрюю, что может быть уже статистика как раз по надходению субсидий. То есть они могли статистику работать по надходению субсидий. Как раз тут проплата может быть 110% как раз там держава какие-то деньги заплатили наперед. Но как раз питание субсидий я намагаюсь это уже вынести на более высокий ревень депутатов мы знаем что субсидия прекращают нараховывать в випадке если будут барги перед коммунальным предприятиемством. Но барги могут выникнуть не только из причин несплати денег а из причин объективных потому что человек не мусить за законом проспоживача платить за ті послуги которые он не отримает а не отримает в неповном освязи. То есть фактически этот закон оця постанова про надание субсидий на житлово коммунальные послуги не дает использующим послуг полностью использоваться этим законодавством. То есть если человек вмотивированный отмечается оплачивать послуги которые она не отримала то она фактически избавляется этих субсидий. И целиком возможно тут могли выникнуть никто же не пишет об этом. просто люди просто не платят. Просто люди не платят. И скорее всего я думаю что 90 ну не знаю там 7% люди не платят потому что у них или ну просто не платят или нет средств. или нет средств. как раз вот это очень важливо чтобы люди даже когда нет денег все равно писали соответствующие заявки. Те же управление господарства и так далее управление социальной защиты и так далее и получили на них ответ. то уже инши питание что там будет но это будет зафиксировано и тогда с этими материалами тоже можно працювать. Потому что снова таки права люди никто не отменял и достатне прожитковое минимум тоже никто не отменял. И если будет ну я не знаю вы чули или нет но пенсионер выиграл в Европейском суде защиту права людини позву против Украины где было визнано что вот эта минимальная пенсия является порушением права людини. Тобто накопичение такого досвяда а это уже мотивование значит если вы знаете то Украина подписала угоду про то что решения Европейского суда могут быть частиною законодательства то это обвязково обвязывает уряд принимать другие решения и стосовно минимальных пенсий и стосовно минимальных прожитковых уровней и так далее но это если человек вот та которая прошла все эти этапы и довела в Европейском суде то это уже юридический факт который уже заперечить неможливо если люди могут себе дома страждают ну на это никто реагировать не будет хотя много кто понимает что эти уровни зарплаты эти уровни пенсии и уровни социальных допомог они просто не отвечают здоровому глузу но для этого нужно чтобы люди соответственно работали по первому плану если говорить невыотповедности действительно они не отвечают одним словом нашему уровню жизни но как у нас показывает практика как только у нас повышается минимальная зарплата пенсии и так далее то у нас сразу же повышаются тарифы и самое главное что у нас сегодня такая экономическая ситуация в стране что экономики нет соответственно даже если господин Гройсман ведет повышение вот этих зарплат и пенсий то платить эту зарплату и пенсию ну я не знаю там бюджет может себе конечно позволить а вот частное предпринимательство оно конечно под большим вопросом ну в частности допустим даже вот наш город который сейчас в общем-то выстроен на бюджетной сфере и на частном бизнесе ну все впирается в то что треба створювать приоритетные умовы для властного виробника и мы бачим по Славянску если пройдемся то мы побачим что великие предпринимательства которые были в Местовоотворюючем и когда-то там працювали тысячи людей они сегодня просто стоят в руинах ну остальные так бы мути живые примеры это Славважмаш я вот буквально недавно хотел вернее если я сделал фотографии хотел написать статью еще не написал и я когда там подавился там просто уже землю всю перекопали видно металлобрух тут это и шукали и чтобы его продать и как раз это есть представление того что мы жебраками и остальные те подии что отбилися в славянском по керамике меня очень осторожен тот факт что управление захисту безопасности я не скажу что они святые мы сейчас это не будем коментовать мы понимаем что там тоже не все есть в рамках закона много чего не так но люди не могут конкурировать на сегодняшний день за этими правилами потому что много других предприятий которые у нас приняты дах они просто за этими правилами не конкуруют вот мы и тому вимагать сегодня от этих приватных предприятий которые вкладывают какие-то там кошти и фактически на свой час действительно уже много кто про это сказал я повторюсь я повторюсь я витягнула свой час мисто сегодня вимагать от них конкуруют на ревни с монстрами которые имеют лоббе в Верховной Раде которые получают из бюджета компенсации в разе сбитков то же самое если взять ДТЭК они периодично я не помню певни кошти потому что они сбитки треба было перекрыть потому что у громадян были борги перед ДТЭКом и из бюджета перекрыли эти борги фактически заплативши эти податки мизерные которые платят сегодня керамики и керамикам керамикам уже никто не компенсирует борги в разе чего так я к чему веду что сегодня должна быть сформирована мабы такая политика что для людей которые творят товар а особенно экспортуют его назовне мают быть створены приоритетные условия и жидкая какая-то мита не должны существовать если человек створил кинцевый товар не напевфабрикат а готовый для споживания товар это зона свободной торговли это немного иначе но что-то подобное и максимум обкладывать митом кто вывозит сыровину тогда будет вигидно создавать рабочие места будет залишаться в украине додана вартость тогда отродятся заводы тогда сюда придут инвесторы снова таки инвесторы должны понимать будь-який инвестор должен понимать закордон инвесторы потому что за надуманным решением перевищуя свои службы повноважения никто не заберет готовую продукцию потому что подивиться сьогодні закордонные инвесторы которые хотят в Словянске что-то 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 взяли решение суду воно абсурдно само по себе но припустим оно есть там честно написано что нужно возработать воно перевищаются эти люди службови посадовцы они перевищаются службовое повноважение фактично по своему трактуючи это ухвалу суду они получают полностью весь товар кто сюда прийде давайте все-таки вернемся к этому самому итак мы с вами говорим о том что человек когда ему приходит какое-то письмо счастья он должен все-таки если он не может справиться с ситуацией если он понимает что он не может заплатить или наоборот он считает что он все заплатил или какая-то есть превышение какой-то власти он должен стоять на месте и должен все-таки куда-то писать куда-то идти и чтобы у него в руках была бумажка которая бы говорила о том что он не сидел на месте и не молча ждал пока к нему все-таки не придут что-нибудь не отрежут или что-нибудь заберут так вот вы правильно только что сказал и тому еще ну на вид минуведенщик структур где проводились так бы мовить реформи сегодня славянский суд я без жидного пафосу скажу что он демонструет серьезные зрушения вперед и будь-яки дии люди спрямованы законным шляхом захистить свои права ну насколько я пометил там витаются звичайно там не будет витаться бездияльность т.е. 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 когда уже возникла проблема, и тогда пришла, и нет на руках подтверждений документов, которые бы доводили, что эта людина действовала. И это очень важно, как раз для того, чтобы защитить себя. Для этого как раз и существует довольно таки широкая законодательная база, которая дает возможность людям працать. И закон про информацию, и закон про доступ к публичной информации. Не все есть публичной, конечно, информацию. И вопрос о борьбе. Это не есть публичная информация, но если человек боится, что сейчас отрежут электричество, или газ отрежут, или воду, то он не может бояться, потому что по всем этим двум законам термин очень короткий. Если про доступ к публичной информации, это 5 дней на ответ. Про доступ к информации это 10 дней. За 10 дней неудобно бюрократичная машина будь-якой коммунальной установки может принять решение о отключении. Ну, бывают такие случаи, но очень поединокие. Там, где адрозировали, а для того, чтобы отключить человека от любой послуги, тоже есть процедура. Они обязаны попередить, дать определенный термин. Там есть определенная процедура. Я не хотел бы сказать, что это лучше, но в определенной мере это лучше, когда они порушивают эти термины. То есть, в обед пришел, после обеда отрежали, у нас мяч тогда на нашей стороне. Мы можем даже на моральные збитки падать и выиграть. Но, на жаль, никто пока не рискнул, но есть шансы выиграть. И вот, если любое предприятие заплатить за моральные збитки людьми, за то, что они порушивают, то, я думаю, у них, ну, трошки изменится божание, вот, делать такие. Есть процедура. Как раз, почему предбачены эти термины? Специально, потому что есть процедура отключения людей, и она как раз списывается в эти сроки. Ну, треба, звичайно, мать громадянскую позицию, привучать этих работников тоже к тому, что мы уже не сгодны, и мы не будем терпеть, и тогда никому не будут приходить за полгода, там, за две часы отключать, если это будет массово. Но мы должны все подниматься на определенный уровень громадянской сведомости, где мы не идем на угоду с этими людьми, потому что они тоже должны работать в законном Руси. Больше того я скажу, как раз они, в первую очередь, мусять демонстрировать дотриманность до закону. Это громадянин может чего-то там не знать, ему допускается, хотя незнание не извольняет ответственность, но, принаймні, это может быть пояснением, что человек просто не знал. То люди, которые работают, фаховцы, они проходят соответствующий квалификационный выбор, они обязаны это знать. Там есть юристы, которые обязаны знать эти законодательства. И как раз в разе порушения, если мы будем подавать скарги, писать заяву о позове в суд «Право отшкодования моральных забытков», то это будет как раз выяснили низкий уровень работников, керевных, мается на увазе. И это будет давать нам основы, требовать этих людей изделий. Большое спасибо, Михаил Константинович. В общем, мы делаем два людьми. Первое, во-первых, мы мотивируем людей, у которых низкий уровень пенсии, можно уже идти подавать в суд. Уже есть прецедент, да. И можно подавать в суд на наше государство. И, возможно, получим положительный ответ. И дальше не сидеть на месте, если, не дай бог, к вам пришли с вашей точки зрения какие-то незаконные бумажки. Не то, что незаконные, а не соответствующие действительности. Просто, если вы не согласны с этими долгами, или хотите разобраться, или просто хотите разобраться, то нужно сразу же идти разбираться или писать, как минимум, должно быть официально какое-нибудь заявление. Ну, еще один очень такой важный момент. Значит, мы... Сейчас идет программа Елики, да? Да. Уряду программа «Доступнее лики» называется. Да, да, да. Елики. Мы делали уже сюжет об этом. Действительно, сегодня должен быть у каждого, во всяком случае, сайт, в котором каждый может посмотреть и узнать, если те лекарства, которые, ну, вам бесплатно могут, как бы, по закону вам бесплатно, в общем, вы можете их взять. Я не буду таркатися в перелику этих, я думаю, большинство людей знает. Просто те, что мы пометили, это те, что, как правило, рецепты могут быть разными. Можут быть на безкоштовной леке, ну, назвы там есть державные, есть украинское производство, есть закордонные аналоги, которые идут с доплатой. И очень часто лекарей, которые выписывают рецепты, они не сообщают о этом человеке. И возникает такая проблема, что когда человек приходит в аптеку, а ему говорят доплатить. Поэтому нужно сразу требовать от лекаря, чтобы он, в первую очередь, в рецепт соответствующего уровня, это должно быть подтверждено, как положено, вписывать именно те лекаря, которые идут за этой государственной программой, как безкоштовные. Без будь-яких... Тобто, эта программа предпочитает широкий спектр, в том числе и лекаря с доплатой. Если человек не погодится, например, на украинский аналог, ну, с какой-то причиной, качественно, не подобается или недоверия как-то, то он может тогда скользиться какими-то закордонными аналогами. И уже, конечно, от марки цей фирмы, бренда, как правило, больше всего, залежит там размер доплаты. Раз. По-друге, мы сейчас тоже намагаемся сделать это, это мониторинг тех аптек, которые принимают участь в этой программе. Потому что не все аптеки принимают участь, хотя хотелось бы, звичайно, чтобы принимали участь в этом все, потому что... Або, принаймні, географично находилось таким образом, потому что, как правило, этими доступными леками намагаются пользоваться люди по хилому веку, которым очень сложно, например, из микрорайона Артема, припустим, приехать в центр Славянсии. И для этого нужно... Есть у нас отдела охраны здоровья, который мусит проводить этот мониторинг. Но людям нужно так же, снова таки, письмовать. То есть, пришли в какую-то аптеку, которая принимает участь. А там нет леков. День, два, три. Про это надо сообщить, чтобы, возможно, было позже разобраться с этим вопросом. Иначе проблема будет постоянно выникать. Ви будете змушены або доплачивать за другие леки, або ездить кудись. И таким чином... То есть, это же вопрос про доступ до информации, который мы можем использовать и защитить себя еще до того, как проблема выникла. Ну что ж, мы строим правовое общество в Украине. И это целиком от наших граждан залежит. Залежит. Большое спасибо. До свидания. Оставайтесь с нами.